Эфир телеканала Россия продолжает вести Ульяновск в студии Екатерина Лазарева. Здравствуйте! И коротко о главных темах этого выпуска. Более миллиона человек стали участниками окружных общественных проектов. Художники, молодые ученые и даже семейные пары. Каждый сможет найти мероприятие по душе. Об ульяновцах, которые уже успели заявить о себе, расскажем через минуту. Прогулки на свежем воздухе в компании доктора. В Ульяновске продолжаются тематические лекции о здоровье. Побеседовать с врачом теперь можно в неформальной обстановке на природе. А юные пациенты смогут пройти медобследование и на отдыхе. Теперь врачи диагностируют здоровье детей не только в школах, но и в летних лагерях. Ульяновская область среди лидеров по количеству участников окружных проектов. Заместитель полномочного представителя президента РФПФО подвел итоги реализации общественных мероприятий в округе. Количество их участников в регионах Поволжья перешагнуло планку в миллион человек. В каких проектах талантливые ульяновцы особенно отличились, расскажем в следующем материале. В 22-м году в финале проекта «Успешная семья» Алыховы исполнили искреннюю песню о секрете их счастья. Трогательное исполнение не осталось без внимания жюри. В Ульяновск семья вернулась с победой, а их выступление вошло в золотую коллекцию проекта. Когда в итоге оказалось, что мы в тройке, у меня напряжение такое зашкаливало. Я начала хлопать низко, кричать, вопить. У меня ладони все были красные, у меня эмоции просто переполняли. Окружной проект «Успешная семья» Приволжья ежегодно привлекает сотни семей, которые готовы поделиться своей любовью и показать достойный пример. В этом году Ульяновскую область на окружном этапе представит семья Ломакиных из Новоспасского района. Они воспитывают четверых приемных ребят. Ольга занимается творчеством, поет в вокальной группе. Владимир – военный пенсионер. В семье воспитывают настоящих патриотов. Мы как-то всегда знали, что если, например, у нас свои детки не родятся, то мы будем брать приемных. И через 8 лет после сладьбы у нас Вика появилась. Потом мы очень быстро захотели еще деток, взяли Андрея. Еще и не собираемся останавливаться. Надеемся, да, еще дочку хотим очень сильно. Все окружные общественные проекты проходят под патронатом полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова. Всего в ПФО реализуется 14 общественных проектов разных направлений. Например, фестиваль уличного искусства «Форм-арт» создан для художников, которые своим творчеством готовы преображать городское пространство. В прошлом году победителем регионального этапа стала работа «Сказочная ундория». Симберцит приносит удачу. И вот девушка, вытянувшись к симберциту, она вдохновилась и вдохновилась к созданию каких-то изделий из симберцита. Безумно интересно и важно в этом проекте было поучаствовать. А это уже интеллектуальная олимпиада ПФО для школьников и студентов. Во многих парках Германии все деревья такие. Дети пробуют свои силы в нескольких направлениях. Одно из самых популярных – игра «Что, где, когда». Это ученики восьмых-одиннадцатых классов. В каждой команде по шесть человек. Правильный ответ – пронумерованные. Также ребята соревнуются в программировании, робототехнике, конкурсе инженерных команд, парламентских дебатах и управленческих поединках. В этом году участниками муниципальных отборочных мероприятий стали больше 27 тысяч школьников и 8 тысяч студентов. А это уже форум «Иволга». Традиционно талантливая молодежь по Волжье раз в год собирается в Самарской области, чтобы поделиться опытом по десятку направлений – от науки до благотворительности. И выигрывают гранты на свои инициативы. Обеждали абсолютно разные проекты. Мы ежегодно выигрываем гранты. Где-то чуть больше, где-то чуть меньше получается. У нас выигрывали и спортивные площадки, и онлайн-платформы. Участие в наших окружных общественных проектах приняло 1 миллион 7 тысяч человек. В целом в текущем году по итогам первых шести учтенных проектов есть некоторый рост охвата участников с 73,5 тысяч человек в 2022 году до 143 тысяч человек в 2023. Екатерина Лазарева, Вести, Ульяновск. На ульяновских детей, чьи отцы участвуют в специальной военной операции, правительство области выделило единое пособие. Мера поддержки доступна с начала года. Воспользоваться ею могут и бременные женщины. Главным критерием назначения единого пособия является среднедушевой доход. Он не должен превышать прожиточный минимум на душу населения в регионе проживания. В Ульяновской области это 12 794 рубля в месяц на одного человека. При назначении единого пособия учитываются доходы всех членов семьи. Но для мобилизованных граждан действует особый порядок. Заключается он в том, что доход главы семьи, находящегося в зоне боевых действий, не учитывается. Если же до его участия в СВО семье было отказано в пособии, то сейчас супруга может повторно обратиться в региональное отделение социального фонда России за помощью. Мобилизован он на 30 сентября. На тот момент у меня была дочка уже на руках и мы ждали малыша. На пособие ему я подала. Это на ребенка военнослужащего до трех лет и также на универсальное пособие. То, что у нас новое с января. Очень радостно, что в принципе у нас есть данная поддержка от государства. И не выходя из дома мы это все оформляем. Пособие назначается семьям мобилизованных на полгода и по истечении срока необходимо снова подать заявление о его продлении. Семьям тех, кто проходит военную службу по контракту, единое пособие назначается на общих основаниях. В МФЦ появилась новая услуга под названием «Секретный код». Это новый способ установления личности человека при звонке на горячую линию социального фонда. Услуга в первую очередь актуальна для пожилых жителей региона и тех, кто получает льготы, но не владеет цифровыми навыками и самостоятельно не может получить персональную информацию о льготах. Получив код, гражданин может позвонить на горячую линию социального фонда, назвать фамилию, имя, отчество и код и получит информацию, к примеру, о размере пенсии, о размере социальных выплат, о выплатах, которые ему полагаются, и иную личную информацию, которую он смог бы получить, не назвав свой код. Получить код просто. Нужно обратиться в любое отделение МФЦ с паспортом и с НИЛСом и предоставить номер телефона, с которого вы планируете звонить на горячую линию. Если код будет потерян или изменится номер телефона, то можно получить эти цифры заново в МФЦ с теми же документами. Ульяновцам полюбились тематические лекции о здоровье на свежем воздухе. Они проходят в парках, собирая немалую группу слушателей. А лектором выступает врач городской клиники. На приеме у нас ограничено время, поэтому не всегда хватает времени рассказать пациентам обо всех необходимых для него вещах, например, о профилактике заболевания. Какие-то вопросы мы, к сожалению, упускаем. Поэтому здесь, в условиях прогулки, свободного общения, конечно, проще, наверное, пациентам и удобнее. К ней попасть, конечно, очень сложно, потому что клиника у нас небольшая, кардиологический центр. И чтобы попасть на прием, мы ждем время, выжидаем. Мы очень довольны. Это уже четвертая встреча горожан с доктором. До этого прогулки проводились с лором, эндокринологом и пульмонологом. Следующая лекция состоится с неврологом 17 июля в 11 часов в сквере строителей. А с графиком прогулок до конца лета можно ознакомиться на сайте областного центра общественного здоровья или по номеру телефона 325808. Проблемы с весом и зависимость от гаджетов. Таковы данные обследования более пяти сотен детей, проведенного по программе «Здоровейка» национального проекта здравоохранения. Она круглогодичная. В школьный период врачи диагностируют здоровье детей прямо в классах. Ну а в сезон каникул приезжают в места отдыха. Вам необходимо взять мой штук в рот, плотно вхватить губами. По моей команде сделать максимально глубокий вдох и резкий выдох. Так на одном дыхании обследуют легкие. Силу, объем и наличие нарушений в их работе. Мобильный центр здоровья осуществляет скринговые обследования, в которые входит как раз-таки это измерение индекса мастела путем, измерение роста, веса, также проверка остроты зрения. Измеряем давление, пульсатурацию, то есть силу рук с помощью динамометра. А еще говорят с ребятами о вреде гаджетов и фастфуда. Июньские обследования юных отдыхающих показали неоптимистичную статистику. Мы посетили 8 лагерей, посмотрели около 500 детей. И самая частая проблема – это с весом. Либо недостаточно, либо избыточная масса тела. Также наблюдается из-за длительного времени препровождения за гаджетами снижение остроты зрения, искривление позвоночника. Есть и хорошие новости. Первая проблема обнаружена у 15% всех обследованных, вторая – у 20%. Остальные относительно здоровы. Во многом благодаря своевременному медосмотру. Ребятам в целом нравится. Главное, что это приносит пользу. Главное, что мы понимаем, что проводя лето в лагере, ребята свое здоровье поправляют. Всегда максимально высокое содержание кислорода в крови, всегда максимально хорошие показатели, потому что дети здесь всегда на свежем воздухе. В лагере у нас есть спортивные игры, типа баскетбол, футбол, мастер-классы бывают тоже спортивные, тоже там что-то связанное. Плавание у нас должно быть либо завтра, либо сегодня. Это тоже очень полезно. Мне дали совет, чтобы поменьше есть сладкого, потому что в крови может подняться больше сахара. Это очень плохо, потому что может быть сахарный диабет, а из-за этого умирает очень много человек. Советы по поддержке здоровья получает каждый ребенок. До конца лета со здоровейкой познакомятся еще около тысячи ребят. Гульнара Шарипова, Юрий Давыдов. Вести Ульяновск из Теренгульского района. Казаками не рождаются, ими становятся. В седьмой раз на территории историко-культурного парка «Станица» в Ульяновском районе прошли казачьи игры в Оржский сполох. Традиционный палеотлон, гиревой спорт и рубку шашкой дополнили и новые занятия. Какие? Узнала Елена Гончарова. Коснуться пятками пола – обязательное условие. А здесь халтуру не терпят. Важны скорость, правильность исполнения и командный дух. Палеотлон первое испытание в программе «Игр и судьи» довольны. Физическая подготовка довольно на высоком уровне. Они находятся у ребятишек. Они молодцы в сложные климатические условия. Такие нагрузки выдерживают. Поэтому, я думаю, у нас все впереди. Ребята стараются. Молодцы. Гиревой спорт только для старших. 16 килограммов рывком кто больше. Но участвует вся команда. Кто-то переживает, кто-то помогает героям восстановиться. Впечатления очень хорошие. Делают выносливым. Сильные руки. Все в этом роде. Как себя чувствуете? Бомба. Идеи творческих конкурсов, что ждут их вечером, рождаются под стук обеденных ложек. Впереди три дня испытаний. Но с первых минут они одна большая семья. В первый день заезда, когда мы только приехали, я уже подружился, так скажем, почти со всеми ребятами. Здесь в первую очередь очень дружелюбная такая атмосфера. Все готовы друг другу помочь. И в целом здесь мне очень нравится. Мы вот каждый раз перед едой, после еды молимся. То есть это что-то новое открываем для себя. Открывать новое и по-другому смотреть на мир ребятам здесь на играх помогают не только состязания и беседы с батюшкой. Есть еще один немаловажный момент, подчеркивают организаторы. Отрыв детей от социальной вот этой цифровой ловушки, болота, в котором они постоянно пребывают. Здесь на природе у них просто мы стараемся, чтобы у них не было возможности зарядить даже эти чудесные в кавычках приборы. Да и им нас по-настоящему некому на самом деле это делать. Этот волжский сполох седьмой по счету. Главная цель игр неизменно – воспитание личности каждого их участника. Как ее достичь, организаторы обсудили за круглым столом. Важно не просто развивать детей, но воспитывать дух и любовь к отечеству. Волжский сполох – это не просто зорница. Здесь есть и история государства российского, и культурные программы. Это и песни, это и танцы, это и викторины. То есть здесь нет такого именно чистого военного аспекта. Есть и составляющие, то есть военное, физическое, тактическое, культурное, историческое. В этом всем. То есть это как пять пальцев в кулаке. А еще ребят научили плести маскировочные сети. Подключились практически все. По окончании игр результат их труда отправят нашим бойцам в зону СВО. Юные участники игр точно знают – своих мы не бросаем. Елена Гончарова, Юрий Давыдов. Весть Ульяновск. Из Ульяновского района. Это Весть Ульяновск. И мы продолжаем. Ульяновские палеонтологи могут совершить мировое открытие. На берегу Волги найдены останки плезиозавра. Это животное, которое обитало во время юрского периода. Уникальность находки в ее состоянии и размере. Если обычно особи достигали 20 метров в длину, то этот скелет всего около 200 сантиметров. Репортаж Артема Петрова. На этих вловских берегах важно смотреть под ноги. Ведь здесь буквально на каждом шагу скрыты тайные истории, которые в этих камнях хранятся миллионы лет. Вот, например, здесь можно увидеть отпечатки аммонитов. А на этом месте палеонтологи извлекают из земли новую находку – скелет плезиозавра, который в этих местах обитал в морях юрского периода. Если в цифрах это минимум 145 миллионов лет назад, сам скелет обнаружили случайно во время очередной экскурсии. Уже при первом взгляде стало ясно – останки плезиозавра сохранились в отличном состоянии. Возможно, где-то вот под породой, возможно, под ластом находится и череп. Группа палеонтологов постепенно отсекает камни вокруг скелета. Каждый извлеченный кусок вначале пристально осматривают. Раз ребро, два ребро. Вот и кости нашлись. Кисточками здесь почти не работают. В ход идет ударная техника. Щеточка здесь уже так, вторичная. Как видите, больше приходится работать всякими клиниями, кувалдами, кирками, бензорезом даже. Чем дольше ведется работа, тем больше находок. Ученые с ходу определяют, что это за кости. Вот проподий, то есть это бедро или плечевая кость. Это позвонки, вот они идут. Уникальность этой находки в ее состоянии. Останки плезиозавра не разбросала по сторонам. Пости плезио очень редко. А тут мы имеем дело с скелетом, причем который не рассыпался по поверхности при захоронении. Остался в сочлененном состоянии. Поисковую работу ученые ведут почти непрерывно. Важно вовремя найти доисторические останки, чтобы по незнанию отдыхающие их не уничтожили. Все, что палеонтологи извлекают из земли, после тщательно изучают в лабораториях. Позже самые большие и редкие останки попадают в Ундеровский палеонтологический музей. Один из ценнейших экспонатов – скелет элосмозавра. При жизни он достигал в длину около 7 метров. А вот увидеть, как этот элосмозавр выглядел 130 миллионов лет назад, помогает дополненная реальность. Для этого музея установили специальное оборудование. Сначала на экране скелет обретает недостающие части, следом начинает обрастать мышечной массой. И лишь затем животное предстает в первозданном виде. Сотни миллионов лет назад на месте, где сейчас течет Волга, было море. Благодаря течениям к нынешним ульяновским берегам приплывали животные из разных уголков планеты. Мы находим взаимосвязь нашей ископаемой фауны даже с регионами Южной Америки. Новая находка ульяновских ученых может стать сенсацией. Размер ундровского плезиозавра составляет около 2 метров. Это при том, что некоторые представители отряда достигали 20. Если в ходе исследований выяснится, что это не молодая, а взрослая особь, мировому сообществу представят новый, ранее неизвестный вид плезиозавра. Сколько еще тайн хранит в себе этот волжский склон, даже представить сложно. Но природа сама с каждым годом помогает ученым проливать свет на историю. Оползни обнажают все большую часть косогора, в котором до сих пор сохранены останки древних животных. Артем Петров и Денис Миронов. Вместе. Ульяновск. Она объединяет территории и связывает людей без интернета. Речь о почте России. В минувшее воскресенье ее работники отметили свой профессиональный праздник. По традиции, в канун торжества лучших сотрудников почтовой службы чествуют наградами. Как это было в этом году, расскажет Максим Бажанов. Почта России сегодня уже не та. Это далеко не только место, где можно отправить и получить письмо или посылку. В наши дни почта – центр притяжения для населения. Здесь открыт магазин, банк. Есть возможность проверить здоровье и даже получить страховые услуги. Региональная власть внимательно следит за нашими успехами. И делает все, чтобы помочь почте России организовать свою работу еще успешнее. Это касается и модернизации сельских почтовых отделений, и программы притепного ремонта, и передачи объектов недвижимости в федеральную собственность для дальнейшего вклада в уставной капитал почты России. Секрет успеха большой организации, конечно же, и в ее сотрудниках. На 520 отделениях почты трудится больше 3000 человек. Эта команда сегодня по качеству оказания услуг считается одной из лучших в стране. Ульяновский филиал на 8 месте. Сегодня в этом зале собрались лучшие представители нашей профессии для получения наград федерального и регионального уровней. В этот день я желаю всем нашим сотрудникам здоровья в первую очередь, благополучия, спокойствия, стабильности и мирного неба над головой. Наталья Захаревич в числе лидера филиала. Она работает на почте уже 9 лет и за это время ни разу не жалела о выборе профессии. Девушка начинала менеджером, занималась поставкой открыток, канцелярии и игрушек. Потом ушла в творчество. Вместе с поставщиком изготовила открытки для посткроссинга региональной тематики на основе сказок по Волжье. Благодаря этому об Ульяновске стали узнавать даже за пределами нашей страны. Вот как раз, наверное, с этого и началась моя такая влюбленность, скажем так, в почту России. Это глобальная миссия, которую почта несет – объединять людей. Роман девушки с почты продолжается сегодня в новом амплуа. Наталья занимается логистикой предприятия. Под ее руководством находится почти 300 сотрудников службы по всей области. Это автотранспортное подразделение, складские и сортировочные участки, курьерская служба – все ключевые направления, без слаженной работы которых производство заглохнет. Работа непростая, но в этом и интересно как раз. То есть решение ежедневных каких-то срочных важных задач, и когда что-то получается решить, то есть кому-то получается помочь, что-то там вовремя доставить, поэтому вот, наверное, это держит на почте. Это очень интересно. Подобное рабочее настроение на местах и делает филиал одним из сильнейших в России. А еще тот факт, что по области вовсю идет модернизация почтовых отделений. Уже преобразили 24 здания почты. В ближайших планах усовершенствовать и сделать комфортными еще 16. Максим Бажанов, Юрий Давыдов. Вести. Ульяновск. Люди, меняющие города. Какие они? Ответ на вопрос дает одноименная историко-документальная выставка в квартире музея семьи Ульяновых. Экспозицию посвятили людям, которые преобразили Ульяновск столетию со дня рождения Ленина. Здесь представлены их уникальные предметы, фотографии, документы, эскизы и личные письма. В этот период наиболее значительно изменился наш город. Город приобрел статус областного центра с новыми зданиями, построенными в стиле советского модернизма. Особое внимание на выставке уделено тем, кто возводил уникальный памятник архитектуры и культуры 20 века. Один из крупнейших музейных центров по Волжье – Ленинский мемориал. И стоит отметить, в экспозиции отражено не просто их участие в изменении городом. Здесь представлены работы авторов в других городах и даже за рубежом. Наша задача – рассказать об этих выдающихся людях, чтобы люди не просто видели здания, но и видели, а что за этим было, кто это создавал. И, конечно, очень важно показать и людей, которые создавали это, потому что это была стройка всего нашего города. О людях, которые внесли огромный вклад в строительство Ульяновска и других городов, узнать подробнее можно будет до конца сентября. Школьникам и студентам вход на выставку доступен по Пушкинской карте. Архитекторам, строителям и всем, кто интересуется городостроительной историей Ульяновска, открылась выставка «Профессия архитектора Болтобаевы». Экспозиция – часть цикла «Встреча с профессионалом». На выставке можно увидеть более четырех десятков проектов архитектурной династии – Валерия и Маргарита Болтобаевых, их сына Николая Меньшикова и его супруги Ирины Муштад. Академик профессор Новиков, он как-то выразил эту деятельность архитектора одной фразой. Он сказал, что работа архитектора – это есть одухотворение, остальному всего можно научить инженеров. Но это можно интерпретировать тоже по-разному. Конечно же, архитектор не может обойтись и без знаний, без навыков, без опыта. Но в основе все-таки лежит именно это. Реставрация дома-музея Левчака – этот проект в ряду тех, над которыми мастер работал с особым интересом и любовью. Особенно впечатлило и вдохновило ужасное состояние уникального здания. Валерий Болтобаев не смог не высказать свое профессиональное к нему отношение. Любимых полно, они все любимые. Причем вот один закончился, все, ты про него забываешь, потому что воскнулся в другой. Вот этот дом был сделан очень давно, да, вот казалось бы, ничего сложного и все прочее, но вот работать было интересно заказчикам. Потом услышали, например, оценку от профессиональных архитекторов, что очень хороший дом получился, было очень приятно. Работы по реконструкции общественных жилых, частных и культовых зданий региона представлены в первом разделе экспозиции. Во втором можно ознакомиться с проектами интерьеров частных и общественных зданий, выполненных в виде архитектурной визуализации. Лучшие из них пополнят фондовое собрание Музея-заповедника Родина Владимира Ильича Ленина. Увидеть же их на выставке можно до 27 августа. На этом наш выпуск подошел к концу. Далее информация о погоде. Хорошего вам дня! 10 июля в Ульяновской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь, атмосферное давление существенно не изменится. Ветер северный слабый. Температура воздуха днем по области от 25 до 30 градусов тепла. По востоку до плюс 33. В Ульяновске плюс 28, плюс 30. Субтитры предоставил DimaTorzok 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 Субтитры предоставил DimaTorzok